Поехали! Спасибо большое, спасибо, да, вам тоже не болеть, это важно, потому что количество зараженных по России только увеличивается с каждым днем, вот, Белгород вообще уже в который раз возглавляет топ городов, которые плюют на карантин, судя по статистике Яндексской, они, видимо, берут данные по геолокации, собирают данные или по мобильному трафику, не знаю, наверняка у них есть, ну, короче, скорее всего, по телефону это делают. Так вот, мы там уже раза два или три были в топе городов, которые нарушают режим. С одной стороны у нас, с одной стороны, ну, с одной стороны у нас с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны. Вот, запрета нет, то есть пропускного режима, там, все дела, вот, только встречают тех, кто приезжает из других городов. Вот. А вокруг Москвы баригады выставили. Ну, вокруг города тоже там границы перекрыты, но внутри, в основном, 26 вроде человек, заболевшие все они сидят. Ну, известных имеется в виду. Вот. Но ситуация по России, конечно, не очень хорошая. Цифры растут. Ну, а пока сидим дома и играем в Варкрафт. Играем в Варкрафт, смотрим стримчики. Купер, победитель же прошлого турнира, играем дома от ФКС в пятницу, который будет, был который, и вот будет в пятницу. Даже в моей деревне 27, говорит Ромео. Ооо. А где ты? Из какой, из какой-то деревни? Вопрос. Блин. Дитя преисподний. Демонхантер женского пола опять не радует нас своими, своей внешностью. Ох, сейчас я опять начну бомбить. Кольцо выпадает в Блайду. Бежит он вперед. Так, по звуку вроде... А, вы не слышите звуки, кстати, из игры. А что вы молчите тогда? Сидят, молчат. А-а-а. Скажите. Вот, пошли звуки. А то я вижу по графику, что... Ну, я-то сам слышу их, но вижу, что вы не слышите. Кострома. Кострома, кострома. А Блайда женского пола можно? Ну... Я думаю, что... Что это было? Арчат, и чего? Оооо. Нет, эльф не очень опытный явно. Он тут просто... Он явно не специально... Во-первых, он видел, что здесь докрепливался орк. Вот. И при этом... Я пингую. И при этом он разбудил... Разбудил морлоков прямо перед глазами у Блайда и у... Короче, минус Арча, минус много жизней. И сразу такой сомнительный... Ну, сомнительный мув. Так. Всегда включены. Ждем, когда результаты найма нового специалиста по интерфейсам... Будут. Вот. И мы сможем посмотреть на нормальное главное меню. Здравствуйте. Соколик не участвует? Соколик, не знаю. Ну, вроде вчера... Мы, кстати, замечательно с ним поиграли в PUBG. Если вы не застали последнюю игру. Прямо ух. Бомбическое. Вот. Он и так сомневался. Я развил это еще у него. Ну, короче, я не хочу, чтобы он страдал. Поэтому Соколик, скорее всего, не будет играть на этом турнире. А может и на всех следующих. Блэйд. Блэйд. Ну, он реально переживает. Ему тяжело. Он старенький. Надо трениться. А куда ему трениться? Он там играет, работает. В свободное время вертолет показывает Оле и ее подружкам. Как мы узнали совсем недавно. Вот. То есть у него есть занятие. А еще нужно сюда включить 4-5 часиков ежедневно варкрафта. Вот. Поэтому... Yes, go, go. Что? Yes, go, go? Good. Что? Что происходит? Такое впечатление, что Эльф с кем-то общается. Да, Купер тоже не понимает. Может быть, он, типа, пытается ответить кому-то в игре? Типа, в гоу после этого турнира, там, 2 на 2 поиграем. Yes, go, go. Good. Так или иначе... Ну, там Купер старается. О, подрезал одного Гранта, кстати, Эльф. Привет, Войты. А Ютуб будет? Да, после этой... Да не, не после этой, окей. Стартуем уже. Ретрансляцию? Должен появиться. Маякните. Все ли там ок-ок. Демон, тем не менее, очень хорошо отменяет бестиарии. Скорее всего, отменит еще Таурианский тотем. Привет, спутник. Спадник. Спадник. Good skill, говорит поиск про. Почему даже не попытался заблочить рабочим? Ну ладно, хорошо. В любом случае, Эльф нарастырял очень много всего. Потерял он две, а то и три... А, нет, две арчи, получается. Это живая. Что за интерфейс новый? Типа сетка турников... Туриков обновляют. Армию игрока атакуют. Нет, интерфейс новый. Вот этот вот. Новый, который рефоржевский. Вот это вот должны обновить. Интерфейс. Турики, это... Не стоит ждать этого. Слишком сложно. Слишком сложно. Шегин говорит, это нормально, что на ГГ турнире нельзя поставить рандом. Это ненормально, но... Держись. Ничего страшного. Или там ты поставил типа расу и должен ее соблюдать. Любопытно тогда. Не, надо добавить, конечно, рандом, если ее нет. Рандомщиков, правда, нормальных почти нет. Даже всякие ТГВ определились с расами и катают. Аноним говорит, у меня жена не верит, что мы сейчас в прямом эфире смотрим Warcraft 3. Она, в принципе, плохо представляет, что это такое. Передай ей привет. Привет, конечно же, жене непонятно, как ее зовут, но она слышит, наверное, и понимает. Да, сейчас матчи проходят непосредственно в прямом эфире, то есть игроки на турнире принимают участие, в сеточки попали друг с дружкой, создали игру, и вот сейчас мы зашли в нее и смотрим, как они тут сражаются. Венера, какие у тебя экзотичные имена в семье? Так, его нет, человек играл за рандом на сайте эльф, поэтому билд в мозгулей, противорку получается, но я сгорел от этого. Так какая разница? Ты просто смотри за расой, которую выставляет человек, и все. Это вообще базовая привычка, которая у тебя должна быть. Пошел обратный отчет, фиксирую расу, которая там стоит, потому что столько раз уже были темы, что либо человек ставит одну расу, потом меняет. Ну, это так нельзя делать, но тем не менее. Обычно ставит рандом, а потом ставит какую-то расу. О, как нарезает. Но есть став, кстати, у эльфа, это он хорошо делает. Вот, поэтому верь тому, что в игре написано. То есть, попу, потому что сам виноват. Какая-то недопильный функционал, и раз вообще в FIFA можно за секунду до старта игры менять. Недопильный функционал, а сам виноват. Раз, кажется, нельзя менять за... Ну, только когда обратный отчет пошел, там уже она фиксируется. Ты можешь прям вот за секунду до обратного отчета нажать, но все равно надо фиксировать и все. Ты видишь, какой раз поставил человек и чемпионишь. Тут подрезали козла, гг, пишем, выходим. Не, ну у эльфа тут малой шанса было, я даже не знаю, что это за эльф. Просто зашел посмотреть. Так, хорошо. Сегодня будут игры с Трэнджа Захумов.